МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие зрители и дом-канала Россия в мундире. Нашу сегодняшнюю передачу мы посвящаем Владимиру Глазкову вот этому мундиру. Володя, рассказывай. Дорогие зрители, здравствуйте. Сегодня я вам расскажу, мы с Андреем вам расскажем о походном мундире 13-го лейб-гренадерского и реванского царя Михаила Федоровича, ныне Его Величества, полка. Мундир этот образца 1913 года. Давайте сначала расскажем о том, почему этот мундир очень редкий и почему вообще подобного типа обмундирования встречается нечасто. Этот мундир часто называют кителем, что не совсем правильно, потому что китель – это вообще летняя одежда. Это одежда из легкой ткани, которую господа офицеры надевали во время летней жары. Это лен, лен с хлопком, полотно окрашенное в защитный цвет. Но в любом случае это летнее обмундирование. Здесь он пошит из шерстяной ткани, из так называемой диагонали, еще и называли сутном кипрного переплетения. И он носится как раз во все остальное время года, кроме лета. Поэтому он назывался официально во всех нормативных актах, он именуется походным мундиром. То есть он сменил обычные темно-зеленые мундиры, когда появилось обмундирование защитного цвета. Это в начале 20 века, во время русско-японской войны, когда военное ведомство до этого России не воевало 25 лет практически, а все летнее обмундирование было белого цвета. И когда выяснилось, что в Маньчжурской степи, а выяснилось это вопреки распространенному заблуждению до того, как наши войска попали на японскую войну, кто-то задумался в интендантском ведомстве, а как же солдаты в белой рубахе на фоне степи, это же шикарная мишень. И тогда сначала имеющееся белое обмундирование стали окрашивать в защитный цвет, а потом выработали вот такой вот образец офицерской материи, и солдатской, соответственно, тоже, цветы, которые назвали защитным цветом. В чем его особенность? Вот это вот так называемая спектровая ткань. Что такое спектровая ткань? Бывает ткань, окрашенная в куске, то есть когда сначала сделали шерстяную нить и соткали материю, потом запустили ее в красящий аппарат, и он готовую ткань покрасил в нужный цвет. А бывает, когда при тканье используются ткани нескольких цветов, и путем оптического наложения, когда мы рассматриваем результат сотканную материю, мы видим именно тот цвет, который является суммой этих цветов. Здесь они как бы суммируются. Вот такая материя, она соткана из нитей голубого цвета, сине-голубого, желтого и красного. И в итоге получается так называемый защитный цвет с красноватой искрой. Причем здесь уже не ворсистое сукно, а именно вот такой вот выраженный здесь рубчик у нас есть. Это называлось сукно кипрного переплетения. Почему сукно? Потому что основа все-таки шерстяная. А кипрного переплетения наличие как раз вот этого косого рубчика. Очень была модная ткань, господа офицеры очень ее любили. Очень любили шить из нее мундир. Именно вот с таким вот небольшим, таким желтоватым, красноватым отблеском был такой признак щеголеватости. Теперь, значит, почему образца 1913 года. Такого типа, такого фасона походные мундиры и кителя появились в конце 900-х годов. Сначала летний китель, потом походный мундир. Покрой этот назывался американским, потому что он имел такой мундир, 4 кармана. Вот вы видите, 2 на груди, и 2 вот там, их не очень видно, но они там есть, это боковые карманы. Считалось, что офицеры чего-то в нагрудных карманах, какие-то мелкие вещи, документы могут хранить, а в боковых там что-нибудь посерьезнее. Изначально вот эти карманы были накладными. Но потом, в 1913 году, вот, кстати, если, Андрей, если можно, Лацкан мне, будьте любезны, спасибо. Это гвардейский Лацкан, в данном случае, мы уже, в другой передаче он у нас фигурирует про мундир Преображенского полка, но смысл примерно тот же. То есть кто-то задумался в военном ведомстве, отчего это мы тратим казенные деньги на темно-зеленые мундиры, которые очень редко носятся. А давайте мы оставим в армейских частях защитные вот эти походные мундиры, а на параде будем на них надевать дополнительно вот этот цветной Лацкан. Вот примерно так это должно было выглядеть. Лацкан стоит же дешевле мундира, да? Причем значительно дешевле, в несколько раз. А выглядит красиво. Снял Лацкан, вот у тебя повседневное обмундирование. Вот примерно такого был смысл. Благодарю. Но возникла проблема, что при надетом Лацкане накладные карманы, они очень некрасиво из-под него высовывались. И тогда походные мундиры борца 13-го года карманы сделали прорезными. Видите, накладных здесь нет, они врезные и прикрыты вот такими фигурными клапанами. При этом, когда у нас, значит, Лацкан надевался, клапан вот таким образом заправлялся внутрь, оставалась щель, которая Лацканам очень просто прикрывалась. Получалось два мундира в одном. Офицеры, а дело в том, что в течение существования всей императорской армии господа офицеры, они строили мундиры за собственный счет. Вообще любую вещь офицерской экипировки они всегда покупали за свои деньги. Считалось, что на это должно хватать офицерского содержания. Юнкер, выпускавшийся из училища, получал 300 рублей пособий единовременный, дабы он заказал себе всю офицерскую экипировку. Но я вам могу сказать, что, ну, например, пара погон стоила 7 рублей, мундир стоил рублей 30. Револьвер Нагана стоил что-то, по-моему, тоже там рублей 26, что ли. Вот такое вот офицерское снаряжение 1912 года стоило достаточно дорого. И этого пособия его едва-едва хватало, а потом, когда выслужило срок, уже на свои деньги. Поэтому для того, чтобы сэкономить офицерский бюджет, вот придумали вот такой вот комбинированный парадно-походный, как тогда говорили, мундир. Для красоты его отделали вот такими цветными выпушками. Раньше выпушки на защиту на обмундирование были только в гвардии, теперь они появились и в армии, вот здесь. И теперь об особенностях именно данного полка. Вообще, в одном из наших сюжетов мы как-то упоминали, что вот Преображенские и Семеновские полки, они самые почетные, самые заслуженные, основаны при Петре Первом. Но были полки и более старые. И вот одним из таких полков был 13-й Лейборинодерский и Иванский. Ведь если кто-то еще не забыл школьный курс истории, то там говорили о полках нового строя, так называемых солдатских полках, которые появились при отце Петра Первого Алексея Михайловича. Вот от одного из таких полков, так называемого выборного бутерского полка, а выборного это потому, что он выбирался, его личный состав набирался из самых лучших, самых опытных и подготовленных солдат. Вот от такого выборного бутерского полка, основанного, вы только вдумайтесь в эту цифру, в 1642 году, ввел свое родословное после множества переформирований вот этот вот 13-й Лейборинодерский и Иванский. Гренадеры, изначально гренадеры, это те, кто метают ручные гранаты, то есть это металлический чугунный шар, начиненный порохом. Там трубка с огнесмесью, которая поджигается, и дальше гренадер должен размахнуться и бросить. Вот если у вас есть гантели, чугунные, например, вы можете прикинуть, насколько вы ее метнете. Гренадер должен был быть высокого роста, им разрешалось отращивать особенно длинные усы, получалось, что в гренадере набирали самых отборных, самых физически сильных, крепких солдат. Естественно, лучше всего подготовленных, потому что если она взорвется у него в руках, то худо от этого будет всем, в том числе и окружающим. Со временем, где-то к середине XVIII века, ручные гранаты из употребления вышли, потому что они были небезопасны в обращении, а гренадеры, как отборная пехота, остались. И самые заслуженные пехотные полки за свои подвиги переводились в гренадерские. И вот на Кавказе несколько пехотных полков, которые участвовали в покорении Кавказа. Ведь покорение Кавказа, Россия покоряла Кавказ более 50 лет. И итог этого покорения, он свелся к тому, что все-таки часть непокорных горцев пришлось им выбирать, да, или оставаться и принимать русское подданство, присягать русскому царю, ведь даже сам имам Дагестана Шамиль изъявил покорность и присягнул. Или, кто не хотел, могли уезжать за границу. Они выбрали Турцию, так как они были мусульмане, и они уехали туда. И, кстати, турецкая диаспора, в смысле, в Турции чаркетская диаспора, она существует и по сей день. И не только в Турции, но и в соседних странах, например, в той же Сирии. Так вот, полки, хорошо себя проявившие при покорении Кавказа, они образовали Кавказскую гренадерскую дивизию. Четыре полка. Это Иванский, Тифлийский, Менгрельский и Грузинский. Да, я их не по порядку сейчас перечислил. Какие у них были отличительные особенности? Во-первых, серебряный металлический прибор. Только у них. Изо всей пехоты, да, только они имели пуговицы, голуны и так далее, не золотые, а серебряные. У всех гренадер пуговицы были, не с двуглавым орлом, как в остальных частях из-за сображения, пылающие гренады, гренады с пламени. Кроме того, Иванский полк, он у него, по историям его шефств, то есть в те времена самые заслуженные полки, они получали почетного шефа, какого-нибудь монарха нашего, или лицо императора сходом, или иностранного. Вот у них шефом был царь Михаил Федорович, как основатель. Точнее, не как основатель, а как основатель династии Романовых, правильнее сказать так, наверное. А еще у них шефство было вот здесь, вот вензель Николая II, шефом у них был сам император. И отличительной особенностью гренадерских полков, сейчас я вот сниму, чтобы вы посмотрели, были еще вот такие желтые погоны. Желтые выпушки здесь, они, правда, немножко у нас повреждены морю, желтые просветы. Во всей пехоте погоны были или красные, или синие, вот только у гренадера они были желтые. Следующая деталь, тоже очень любопытная, и мы очень гордимся, что она у нас сохранилась. Это вот эти ремни, вот мы все привыкли смотреть кино, где офицеры перепутаны ремнями, якобы там, да, неизвестно для чего, на самом деле, каждая деталь вот этого снаряжения имеет свое назначение. Вот эта вот вся комбинация ремней, непонятная, с первого взгляда, называется офицерское походное снаряжение образца 1912 года. Вот так оно со спины выглядит. Вот так вот оно выглядит с лица. В чем смысл? Офицер должен носить при походе должен быть шашку, которой здесь нет, потому что мы законопослушные граждане, но вот подвесы под нее, пасы они есть, и вот цепочка с крючком тоже есть под нее. Он должен был носить там офицерскую сумку с картами, планами, компасом, курвиметром, карандашом, резинкой, по которой он должен был планировать действия своей части. Он должен был носить здесь револьвер, трехлинейный револьвер образца 1895 года, который мы в просторечии именуем наган, или разрешалось покупать браунинги, там какие-то еще автоматические пистолеты. Один гвардейский кавалерийский офицер решил немножечко облегчить участь своих коллег, и вот придумал такое двуплечье снаряжение, то есть вот поясной ремень с муфтами, который поддерживался вот этими наплечными ремнями. Вот эта деталь называется якорьки, и служит она для регулировки длины, действительно чем-то немножечко напоминает якорь, такая вот хитрая. В мае 1912 года это снаряжение было введено для всей армии. Из коричневой такой, вот у гвардейских гусар, оно было из красной кожи. Несколько позже, где-то приблизительно через год, была введена система команд свистками, и вот здесь появился вот такой футляр для свистка, и в нем вот у нас такой вот аутентичный мельхиоровый свисток. Команды могли подаваться необязательно голосом, там определенное количество сигнала свистком, открыть огонь, там перенести вправо, перенести влево. То есть здесь нет ни одной лишней детали, все функционально, хотя, конечно, для постороннего неподготовленного глаза выглядит несколько сложновато. Целая дискуссия разгорелась о том, как носить вот эти вот ремни. Носили их под погон, носили их на погон. Николай II однажды вспылил на маневрах, ему кто-то сделал замечание, и он тоже сказал, вроде того, что вы забыли Александра I, что императоров все должно быть по форме, и в перенеске ссылались на то, что ну как же сам император носит на погон, поэтому мы решили надеть их поверх погона. Хотя насилие и так, и так. То есть вот таким образом должен был выглядеть русский офицер в августе 1914 года, когда началась Первая мировая война. Вот в таком виде должен был везти своих солдат в погон. Я могу сказать, что когда я приобрел этот мундир с пугольцем, на нем погон не было. И когда я посмотрел на их пугольцем, я подумал, что я никогда погон не найду. Как ни странно, потому что это очень, действительно, это очень большая редкость, погоны или привансы. Как ни странно, очень быстро ко мне эти погоны пришли. А о самом или привансовом полке могу сказать следующее. Я был в Грузии, в Марбиси. В Марбиси это высокогорье, это как раз местоянка полка. В английское урочище. Да, там сейчас, ну, это на самом деле такая большая деревня. И такие дома грузинские, частные дома. И там парк есть большой. Там стояли вот эти казаны. Я был там лет пять назад и пошел, естественно, на место стоянки дереванцев. И увидел следующую картину. Большая территория, покрытая колотым кирпичом. И целого кирпича там, вот, в поле зрения, можно не увидеть. А самый большой кусок, который я там находил, это шесть кирпичей, сложенных, ну, на цементном растворе. На известковом. На известковом, да. Каким образом это переколочено вот в такую пыль, я не знаю. Но вот казармы лепереванцев в Грузии, это полк, на самом деле, чрезвычайно заслуженный. Он по наградам преображенский полк превышает. Иреванцев они стали после взятия Иреваней, где они отличились. Ну, не, это город. Иреван. Ну, в общем, все в пыль, просто в пыль. Почему, не знаю. Но дело в том, что я был в Грузии еще на стоянке одного чрезвычайно заслуженного полка, это Нижегородский полк, мы о нем обязательно расскажем, потому что мундир этого полка посчастливый, еще слои случайности, вот тоже у нас есть. И там тоже была крупная территория, и там та же самая история. То есть там не сохранилось, но такое впечатление, что люди пришли с молотками и большое количество полномерно разбивали все эти казармы, так, чтобы кирпичный, камня на камне не оставалось, чтобы кирпичный кирпичи не лежал, чтобы были только осколки. Удивительная история. Ну, в общем, память об этом полке, вот она и есть в нашем музее. Ну, на этом, наверное, мы закончим эту передачу. Ждите следующих. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин 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 Корректор А.Егорова